Личный курорт под крылом генерала ФСБ. Как Путин отдыхает за 50 миллиардов? Траты на строительство горнолыжного курорта «Лунная поляна» в Адыгее, где бывает президент Владимир Путин, оценивается не менее чем в 50 миллиардов рублей. Охраной объекта занимался генерал ФСБ, а за установку охранных устройств отвечал подрядчик ФСО. Строители и местное население, по данным журналистов, называют курорт дачи Владимира Путина. По документам участок шале площадью в 2,5 тысячи квадратных метров, особняком для прислуги вертолетной площадкой, канатными дорогами и горнолыжными трассами арендует Роснефть, и все это является полигоном научного центра «Биосфера». При строительстве объекта погибли как минимум 12 человек. Разбились два вертолета, одного рабочего придавило упавшим грузом. Ранее на этом месте был расположен «Экстрим-отель», основанный бывший руководитель местного спасательного отряда Григорий Горлов, который умер три года назад, пишет собеседник. Он говорил, что в отель приезжали семеро генералов, которым там страшно понравилось. Затем там побывали представитель управделами президента и очень большой человек из силовых структур, утверждал Горлов. Уважаемые зрители, нынешняя власть обязана валить в отставку. Если вы тоже так считаете, ставьте лайки. В приказе тогдашнего министра природных ресурсов Виталия Артюхова 2002 года говорилось о подготовке проекта договора с ФСО по основным направлениям работы полигона. В 2004 году президентская управделами начала вывод «Лунной поляны» из состава Кавказского заповедника для легализации уже стартовавшего строительства. Согласно документам, как утверждает издание, до ухода на пенсию охрану объекта курировал лично генерал ФСБ Олег Феоктистов, руководивший службой безопасности Роснефти. Научно-технический центр Роснефти, который был одним из заказчиков работ, заказывал отправку и получение пакетов с гостайной и использовал глушилки, генераторы шума. Ради безопасности государства. От полигона провели радиорелейную линию до официальной резиденции президента Бачаров Ручей. За охрану и спецсредства отвечал подрядчик ФСО и Кремля, который предположительно работал и на стройке дворца в Просковеевке. Центр управления расследованиями оценивал траты на курорт в 385 миллионов долларов. Как отмечает собеседник, на данный момент на объект ушло минимум 50 миллиардов рублей. Любопытно, что ОНК Роснефти, НТЦ, которая отвечает за полигон, Е7 снегоболотоходов, похожих на тот, за рулем которого на днях позировал Путин. В 2018 году из-за строительства шале били тревогу экологи. Как писала Пасме, они рассказывали, что дорога там строилась в ущерб памятнику природы. Сотни миллионов на пайках. В Ростове заново осудили бывшего тыловика. Ростовский гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника продовольственной службы управления ресурсного обеспечения Центрального военного округа ЦВО полковника Дениса Зорина к 8 годам колонии. Суд лишил Зорина звания полковника запаса и медали Жукова. Также удовлетворен исковзыскания 277,8 миллиона рублей. В солидарном порядке с экс-начальником продовольственной службы 102-й военной базы Владимиром Ферсовым. И более чем на 193,8 миллиона рублей. С Ферсовым и подполковником Романом Самоновым, который сменил Зорина после его перевода на новое место службы, пишет коммерсант. В 2018 году военный суд уже выносил вердикт в отношении Зорина и Самонова, назначив им 11,9 лет заключения. Однако Южный окружный военный суд увидел в приговоре несостыковки. Например, из обвинения исчезла формулировка по предварительному сговору. Ферсов и Самонов приговорены к 7 и 5 годам соответственно. Суд постановил взыскать с них более 193,8 миллиона рублей. Офицеров, как писал опаснее, сочли виновными в махинациях с продовольствием для военных, служивших службой в армянском Гюмере. Они завысили стоимость более на 1,5 миллиона пайков почти на 0,5 миллиарда рублей. Деньги в БМВ возле Москвы-Сити. Чиновник Минпромторга решил продать лицензию на оружие. Выяснились подробности уголовного дела в отношении сотрудников Министерства промышленности и торговли Сослана Гиреева и Андрея Бандурова. Они предложили петербургскому предприятию купить за 600 тысяч рублей лицензию на производство, разработку и утилизацию вооружения, боеприпасов и военной техники. Операцию разработали и провели сотрудники управления промышленность СЭП ФСБ. Туда в конце 2020 года обратился представитель одной судостроительной компании, рассказавшей, что Гиреев требует от него деньги за лицензию, пишет коммерсант. Далее переговоры с чиновниками велись под контролем чекистов, в поле зрения которых попал и коллега Гиреева Бандуров. Чиновников задержали, когда была озвучена сумма взятки. Гиреева сотрудники ФСБ задержали в его автомобиле BMW X5 рядом со зданием Минпромторга в Москва-Сити после того, как бизнесмен назначил встречу для передачи денег. Вскоре был задержан и второй фигурант. Их проверяет на причастность к таким же преступлениям. По данным ТАСС, вину чиновники не признают. Как сообщала Пасме, задержанным предъявлено обвинение. Они арестованы на два месяца. Вот такой беспредел творится у нас в стране. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok